Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я вот вам рассказываю, что происходит в жизни, какие есть продукты, товары и так далее Почему это реклама? Это могут рассказывать не сами и не те, кто производит Это могут сказать, ну есть некий объективный центр, который дает информацию Государство информирует всех о том, что у нас есть в нашей экономике, какие есть продукты, где их можно купить, за какую цену, какая от них польза, какой от них вред А ведь реклама предполагает несколько другое, да? Распространение информации с целью продажи С целью продажи, а раз с целью продажи, то если я продаю пирожки, так я должен сказать, что мои пирожки лучше, чем вот у нее Она вот лучше, красивее, моложе, а у меня пирожки вкуснее гораздо И мясо больше я кладу Берите мои пирожки И если я вложу больше денег в рекламу меньше пирожки То есть мясо будет меньше, а реклама будет больше Вот не ее пирожки будут, а у нее мясо больше И она не только самая лучшая, красивая, но и пирожки у нее вкуснее А будут покупать чьи пирожки? Мои Поэтому, когда мы говорим о рекламе, то мы должны, наверное, видеть, что здесь такое противоречивое должно быть к этому отношение С одной стороны, на реклама все ведь продвигается То есть могут быть товары прогрессивные, которые нужны для развития человека, правда? И если информации не дают об этом, если не продвигают, то они так где-то залеживаются Или люди не знают об этом Поэтому реклама может выполнять однозначно позитивную функцию С другой стороны, ну, скажем, у нас водку прокламируют Значит, пропагандируют, рекламируют Значит, в последнее время стали нахвостно наступать к Куреву Помните, были такие открытые, такие стенды были, прямо у вас над головами висели в каждом магазине Теперь они тоже висят, но они закрыты Как бы это для знатоков, но все равно знают, люди открыли Ну, вот такого вот продвижения фронтального, как будто это вот самое хорошее Ну, вот если есть у людей такая потребность, чтобы они не курили всякую заразу Пусть лучше курят это, но уже по-другому, вот, сказать, на это То есть какое-то регулирование рекламы тут идет Прямая реклама, когда у них коммунистическая зараза запрещена Да, так она запрещена не потому, что вот люди хотят сделать запрет А в силу того, что это наносит вред организму, правильно? А еще есть всякие, скажем так называемые, энергетические напитки А еще вы знаете, что в последнее время у нас в стране очень много всяких добавок пищевых Которые не полезны для человеческого организма Скажем, во всех кондитерских изделиях молочный жир, почти во всех, заменен на пальмовый По одной простой причине Если я капиталист, предприниматель, у меня какая цель производства? Продажа Ну а продажа у меня для чего? Чтобы я стал богаче, правильно? То есть у Маркса написано так Вот капитал это самовозрастающая стоимость То есть самовозрастание, увеличение капитала То есть не может быть такого, как вот если вы потребляете, то скажете, зачем вам так много? А по отношению к деньгам такого не может быть По отношению к богатству денег сюда мало То есть есть накопление богатства как самоцель И с этой точки зрения, вот войдите в мое положение, я предприниматель Выпускаю торты, печенья, конфеты самые разные Вот если я оттуда какао-масло изыму И вместо какао-масла, и вместо молочного жира и какао-масла Туда заложу пальмовое масло, масло шеи, кокосовое масло Во сколько раз дешевле кокосовое масло и пальмовое масло, чем сливочное? Раза в четыре, в пять Пять раз Ну и как, вот если у меня цель производства прибыль Ну и почему мне не изложить туда? Ну как вы сами подумайте, я вот бизнесмен, я должен увеличивать прибыль Я и не собираюсь есть эти сам конфеты и пирожные, и печенье, которые я произвожу Я собираюсь на них сделать себе бизнес И почему я должен, и когда у меня выбор такой, я или молочный жир туда кладу Или пальмовый, или пальмовое масло Пальмовое масло в пять раз дешевле Я кладу пальмовое масло Вот вы для интереса можете пойти в любой универсал В кондитерское дело начать читать, из чего состоят Я это читал внимательно, могу вам заранее предсказать Практически, вот я скажу, можно найти, в чем нет этого пальмового масла зефир Татарское национальное блюдо чак-чак Оно изготавливается из муки, меда и подсолнечного масла А даже если вы возьмете тульские пряники Тульские пряники, которые имеют вроде такую историю и так далее Или возьмете какие-то конфеты, которые с виду шоколадные, натуральные С картинками и со всем Там честно написано, из чего они состоят Я уже не говорю о том, что там, где продают сметану, написано сметанка А мелко написано, что это растительно-жировой продукт Из растительного жира намешали И это вот так, белого цвета Ну и вы, наверное, знаете, что у нас такой был инцидент В Санкт-Петербурге Один товарищ купил творог Ну или думал, что купил творог Как-то он посмотрел на него, он показался ему не очень Странновато, попробовал тоже странновато Поместил на сковороду, включил Он вспыхнул этот творог и сгорел Он после этого обратился Ну, интересная реакция Он обратился в соответствующие органы Собирались уголовное дело возводить Собирались начать называть такие фирмы Которые такие фальсифицированные продукты А потом решили, что это помешает бизнесу И все это затихло Бизнесу это не помешает Вот, а, так сказать, желудкам и здоровью, конечно, помешает Поэтому, конечно, мы рекламу То есть рекламу мы совершенно правильно определяем Как продвижение товара на рынок А уж в зависимости от того, какой товар Это зависит, прогрессивно это будет или не прогрессивно Потому что есть такие товары, которые точно Продвижение их на рынок Ну, развивает новую потребность положительную Способствует развитию людей Да, способствует улучшению их здоровья Тогда это положительную роль выполняет А если нет, то и нет То есть мы, раз мы все понимаем, что все противоречиво в жизни Все То и мы и такое явление, как реклама Должны рассматривать с учетом тех противоречий, которые в нем есть Так, с рекламой мы разобрались Второе Реклама и связь с общественностью Общество, что такое? Прежде чем говорить об общественности Давайте сначала общество определим, согласны? Вот вы скажите, что такое общество? Вы в обществе живете? А что это такое? Только не скрывайте, пожалуйста, что это такое Дескать, что вы к нам пристаете? Мы тут журналисты, а вы спрашиваете, что такое Не журналисты, а вот связь с общественностью А вы спрашиваете, что такое общество? Но мы должны знать, правда нам как-то Определиться надо Вот что такое? Это не так просто на самом деле Я сразу объясню, почему это не так просто И кажется, что я на вас нападаю Дескать, вот вы вроде как не знаете А Гегель, который написал на Уклоге Объясняет, почему такие трудности вызывают Вот как раз поиск определений того, что известно Потому что если это очень известная вещь То нас с такого времени известно так давно Что ну кто будет задумываться над тем, что известно? Сами подумайте Ну что, это же всем известно Это вот про неизвестные спрашивают А что это такое? Ну будете вы спрашивать про то, что такое общество Это же всем известно И поэтому с такими вот представлениями Об этих категориях люди, с детскими Потому что дети, они же повторяют слова Когда они учатся, они просто повторяют И с детства повторяют, повторяют, повторяют И можно так получиться, что человек с детскими представлениями Доживает до глубоких седин Все у него, значит, все эти известные И Гегель сформулировал такую мысль, что Известные еще не есть от того познанные Вот понятие общества Ну есть и другие понятия Я могу и другие примеры привести И точно такая же будет история Как только я спрошу, вы скажете Что вы меня спрашиваете? Что это такое? Ну это мы сначала с обществом давайте разберемся Вот что такое общество? Ну давайте Ну вот как вы понимаете, значит Если мы возьмем совокупность людей То это может быть население Это не общество, правда? Мы различаем население Потом, если мы можем совокупность людей взять, которые граждане Вот тут общий признак есть? Граждане Это не общество Ну потому что граждане, они все объединены тем Таким признаком, что они все принадлежат Одному государству, правда? Это граждане этого государства Вот Потом насчет того, что у них единство целей в обществе Ну если общество классовое, раз был ты на противоположные классы Ну как-то странно было бы сказать, что у нас, скажем Едиными целями объединены рабочие и капиталисты Или, скажем, крепостные крестьяне и феодалы Или рабовладельцы и рабы Но они точно в одном обществе Но не объединены они целями Цели у них прямо противоположны Если я у вас раб, то вы госпожа А если вы у меня рабыни, то извините, я у вас господин Но они объединены резинным способом добыть влаг Да какой вы, какой единый способ? Вы будете добывать, я буду есть, если я рабовладелец В чем мы тут с вами объединены? Это вы ничем не, это вы между собой И вы между собой тоже не объединены Потому что и вы у меня работаете, а она у меня работает Чем вы объединены? Что вы, скажите, у меня у одного рабовладельца работаете? Вот если у вас у двоих будет один раб, я Тогда вы действительно объединены Но такого очень редко бывает, чтобы у двух человек был один общий раб Правда? Обычно рабы у каждого свои А это же касается и крепостных крестьян Это касается и рабочих Ну если рабочие сразу у тех и у других работают На том заводе и на том заводе Вечером у одного, утром у другого, а ночью у третьего То они, конечно, эти трое капиталистов объединены этим рабочим Но это вот такие экзотические случаи То есть это вот такое определение, общество не проходит Начинается определенная историческая этапа Мы же в любом случае все живут в обществе Что надо? Ну, в ходе развития истории человечества Мы же начинаем жить в обществе сразу Нет, так мы не хотим узнать, что такое общество А вы, говоря про общество, употребляете слово «общество» Это замкнутый круг Нет, потому что общество – это определенный этап развития человечества Значит, когда вы говорите определенный этап развития человечества Вы должны понимать, что когда вы говорите определенный Это делается тогда, когда вы не говорите какой этап Вот мы с вами определенные люди То есть ничего не говорится о том, какие мы люди Вот это такой способ скрывать позицию Скрывать свои знания или не раскрывать ее Поэтому определенный – это значит неопределенный Вот что это означает на самом деле Можно я скажу? Общество – это люди, взятые вместе с их отношениями Вот что важно Во всех этих разговорах мы забыли об отношениях А без общественных отношений – это не общество Это люди-россыпью А люди-россыпью – это или население, или граждане, или просто люди Homo sapiens, как угодно Но общество они тогда не образуют, если вы не принимаете во внимание их отношения Точно так же, как если вы возьмете отношения без людей Отношения без людей можно взять? Нет А людей без отношений? Можно Но тогда они берутся как Homo sapiens, как животные Разумные, трудящиеся, говорящие Но это не общество А вот когда вы берете их вместе с их отношениями, вот тогда да И тогда мы еще начинаем различать Есть отношения по производству, производственные отношения Есть отношения кровнородственные, да, семейные отношения То есть кровнородственные отношения Вот и так далее И есть отношения в сфере духовной Самые разные отношения И вот есть отношения, которые являются основополагающими То есть те отношения, которые лежат в основе других Это вот производственные отношения И поэтому говорят, что производственные отношения вместе с производительными силами образует базис общества, и тогда на них все это строится. Ну вот с этим мы разобрались с вами, что такое общество, что такое реклама, более-менее, и можем через двигаться дальше. У нас тема, которую мы должны специально рассмотреть, социальный прогресс и социальный регресс. Сейчас напомню, что в прошлый раз мы с вами дали определение развития. Развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному, но понятие развития является более общим, чем понятие становления и понятие изменения. Правильно? Становление содержало в себе два противоположных момента – прихождение и возникновение. Прихождение – это переход бытия в ничто, а возникновение – переход ничто в бытие. А вот изменение, которое мы тоже рассматривали, оно содержало все другое противоречие. Изменение – это равенство нечто с собой, да, и неравенство нечто с собой. И вот раз развитие более богатой категории, вот это развитие движения низшего к высшему, от простого к сложному. Тут есть и равенство с собой, и неравенство с собой, и два противоположных движения. Как назвать эти противоположные движения в развитии? Одно из них совпадает с направлением развития, с движением низшего к высшему, от простого к сложному, А другое прямо противоположно. Оно направлено по линии превращения сложного в простое, высшего в низшее. Как называются эти два противоположных движения? Прогресс и регресс. То есть прогресс это такое понятие, которое мы можем определить, когда уже рассматриваем развитие. Поэтому прогресс и регресс более сложные понятия, чем развитие. И пока мы развитие не рассматриваем, там просто у нас было прихождение или возникновение. А вот когда мы уже рассматриваем развитие и в нем рассматриваем эти противоположные движения, то такое движение в развитии, которое совпадает с направлением развития, называется прогресс. А такое движение в развитии, которое противоположно развитию, называется регресс. А если мы берем общественные процессы, называется реакция. Соответственно, этой тенденции могут быть последовательные представители прогресса. Есть люди прогрессивные. Это те люди, которые последовательно борются за прогресс, поддерживают линию развития. Можно сказать, что они носители прогресса. Есть люди, которые являются реакционерами. Которые столь же последовательно, решительно и беззаветно отстаивают тенденции реакционные. Например. Вот у нас монархист есть сейчас? Монархист есть? Как нет? Мадам Поклонская, которая была прокурором в Крыму. Она стала депутатом Госдумы. Вот она говорит, надо, чтобы у нас была монархия. И что только она одна такая? Таких разин мало? Мало у нас, которые выступают за монархию. Причем это люди, ну действительно, мало того, что они реакционеры, они еще какие-то безграмотные. Потому что надо же вообще, когда ты за что-нибудь выступаешь, подумать, это возможно хоть в принципе или нет. Вот возможно ли превращение капитализма в феодализм? Ведь монархия это явление, которое характерно для какого строя? Для феодального. То есть феодальное государство так построено, что есть крепостные крестьяне, которые должны работать и не думать об управлении. Правильно? Если я у вас крепостной крестьянин, а вы помещицы, то вы управляете, я вот должен. Землю бахать, коров постей и никаких раздоров. Но если я помещик, а вы у меня крепостные крестьянки, то, как вы понимаете, какие думы, о чем речь? Вы должны работать денно и ночно, давить будете коров, убирать, полоть и так далее. На барщине. А там, вот кроме барщины, там занимайтесь чем хотите. Это нас меня вообще не интересует. Ну и вот те люди, которые выступают в позиции монархических сегодня, должны бы подумать, что если я сейчас открою запись во дворяне, то я думаю, что вы даже не откажетесь записаться. Давайте я записываю сейчас в дворянки. Столбовые хотите, нет? Хорошо. Потом я, значит, говорю, так, а кто в крестьяне будет записываться в крепостные? И что-то у меня вот ни разу не удалось, во дворяне я бы записал многих. Я бы даже в метро встал бы и набрал бы много. Но представьте, я вот начну с утра записывать, меня еще и побьют, если я буду в крепостные записывать. Скажут, нахал, куда он нас записывает? То есть никаких шансов объективных воссоздания феодализма в современном мире просто нет, никаких. И поэтому это вот такая позиция, которая у нас присутствует и высказывается, она, конечно, совершенно однозначно реакционная. Но мы можем сказать, что есть последовательные носители прогрессивных тенденций и последовательные представители реакционных тенденций. Но можно поставить и более широко вопрос. А можно в плане классовом поставить вопрос? Может быть, класс реакционный, класс прогрессивный? Если мы так поставим вопрос, то тоже получается так. В зависимости от того, какая эпоха и какое движение совершает история, один класс может быть прогрессивным, а потом стать реакционным. Правда? Давайте пройдемся по историческим эпохам. И мы должны будем сказать, что когда рабовладение становилось, становление было рабовладением, то рабовладельцы были носителями общественного прогресса. Правильно? Рабы – это были пойманы, разгромленные какие-то племена или члены этих племен, которых не убили, а даровали им жизнь, и пусть они будут радоваться, что их не поубивали, пусть работают на тех, кто их нашел. И в силу этого разделения труда, которое продвигали рабовладельцы, появились наука, искусство. Так стали всякие изобретения проявляться. Началось более быстрое развитие орудий труда. То есть стало быстро осуществляться общественное движение. Поэтому на известном этапе, при разложении первобытно-общинного коммунизма и на этапе становления рабовладения, рабовладельцы были прогрессивным классом. Потом рабовладельцы, которые вначале были воины, которые тренировались, которые, так сказать, готовы были идти все время в бой, они постепенно передавали все больше и больше функций рабам и стали разлагаться, зная, что за них все будут делать рабы. И когда варвары стали наступать на рабовладельческие государства, которые в то время были крупные, богатые и так далее, вдруг эти рабовладельческие государства стали падать. И под ударами варваров пали не только рабовладельцы государства, а само рабовладение пало. Потому что там, где разрушилось государство рабовладельческое, на его месте воссоздалось уже не рабовладельческое государство АКП и общество, а феодальное. Почему? Да потому что за всем этим движением внешним, политическим, надо видеть развитие производительных сил. Новые производительные силы не могли употребляться рабами, потому что рабы видели в средствах производства средства своего порабощения. И поэтому тот, кто хотел развивать производительные силы, получать больше продукции за единицу времени, должны были подумать о том, чтобы ослабить этот пресс давления на работника. Работник должен быть хоть частично заинтересован в результате своего труда. И получилось, что с созданием феодализма, с появлением барщины, как бы это часть времени, которое тратит работник и тратит на обеспечение своего хозяина, в этом смысле это вот часть его рабочего времени однозначно предназначена для создания прибавочного продукта. Так, это вот выражение его, степень его эксплуатации. А есть его необходимое время, с помощью которого, рабочего, рабочее время, с помощью которого он поддерживает жизнь себя и своей семьи. И он заинтересован в том, чтобы он был умелым, квалифицированным, чтобы он... И если он будет нормально работать на барщине, ему помещик позволит заниматься своим земельным участком и к кормлением своей семьи, поэтому работник средневекового общества, работник феодального общества был заинтересован в большей мере, чем рабы в развитии производительной силы. И производительные силы феодального общества продвинулись очень далеко. Насколько они продвинулись? Ну вот посмотрите, скажем, вы можете проехать по Финскому заливу и увидеть, что примерно на уровне Кронштадта через весь Финский залив идет цепь искусственных островов, фортов. В свое время Петр I не сам, а организовал работу крепостных крестьян таким образом, чтобы Петроград, Петербург был защищен от нашествия с моря, инженерными системами, значит, мало того, что вот эти форты были предназначены для размещения артиллерии, которая могла расстреливать суда, которые подходили, а между фортами построены стены. Вот я как-то, когда был мальчишкой, плавил там рыбу между первым и вторым фортом и знаю, что там глубина примерно была 10 метров, знаю точно, потому что мы там человека насаживали, и грузило у нас было 10 метров, а 8 метров был вот такой ряжь, подводная стена, из таких валунов, от которой до поверхности было, от высоты этой подводной стены до поверхности, 2 метра, то есть стена высотой 8 метров, это ближе к первому форту, если смотреть со стороны горской. И так был залив перегорожен, то есть там, где не оставлен проход для движения кораблей, там стоят подводные стены, и иноземные корабли, если бы они сюда пришли, они бы уперлись бы в эти стены или застряли бы на них, и были расстреляны бы артиллерией из фортов. А артиллерия стояла еще, значит, за волноломами, и эти волноломы обеспечивали, так сказать, спокойное нахождение и корабли внутри, потому что внутри, с той стороны, далекой от противника, была специальная лагуна, и туда можно было тихо, спокойно подходить и размещать свои суда, и они были в укрытии. То есть вот такая инженерная система сработала даже в Великую Отечественную войну, никаких попыток со стороны немецко-фашистских войск попробовать пройти мимо Кронштадта в Лейнград, не предпринималось, потому что это всем было известно, что при такой инженерной системе это невозможно, их расстреляют все. И наши военные орудия, корабельные, они были использованы как атллерийские орудия дальнобойные, и они свою мощь прибавили к мощи сухопутных атллерийских орудий, и участвовали вот в этой борьбе орудийной, которую вела наша армия. Пойдем дальше. Что стало с этим самым классом рабовладельцев? О, простите, феодалов. Класс феодалов, будучи прогрессивным, посмотрите, какую красоту настроили феодалы в Ленинграде. Самая красивая часть Санкт-Петербурга – это какой? Петербург – это Петербург феодальный, Зимний дворец, так, Смольный собор, Исаакиевский собор и другие дворцы, которые мы знаем, построены, были именно в период феодализма. Феодализм, когда целью производства не были деньги, целью производства было удовлетворение потребностей, ну, феодалов, по крайней мере. И феодалы, руководство с чувством красоты, создавали эти самые произведения, привлекая труд крепостных. А возьмите вы дома, построенные в капиталистическое время, ну, какой-то особенной красоты и нет. Но по мере развития производительных сил, крепостной труд или труд крепостных крестьян стал тормозить развитие производства. И вот использование сложных машин крестьяне было, конечно, не заинтересовано, потому что у него, главный интерес был у него на участке малом. Производить что-нибудь, а для этого участка машины не нужны. И поэтому, собственно говоря, крестьянский труд тормозил применение машин. А с применения машин началась по существу эра капитализма. Чем отличается капиталистическая мануфактура от простой кооперации? Если кооперация это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работает в одном или связанных между собой процессах производства, то они могут работать просто не разделив труд, а просто мы вместе работаем, делаем одни и те же предметы и соревнуемся. И используем опыт одних для того, чтобы усовершенствовать труд других. А вот когда речь идет о мануфактуре, мануфактура означает разделение труда. Одни делают одни элементы готового продукта, другие другие. Весь труд разделяется на простейшие орудия. Эти вот простейшие части передаются для изготовления отдельным участникам этого процесса производства. И тогда с помощью машин можно эти отдельные части штамповать, как говорится, выпускать очень быстро и много. А другие будут собирать, красить, обрабатывать и так далее. Вот с мануфактуры начался капитализм. И вот наступило время, когда буржуазия была прогрессивной, передовой, а феодалы стали реакционерами. И они стали реакционерами всю ту эпоху, пока шло становление буржуазного строя. Великая французская буржуазная революция, потому и великая, что она начала освобождать трудящегося человека от личной зависимости. А буржуазия произвела идея о том, что человек свободен, что он не должен ни от кого зависеть. Никто не может им командовать, никому он не должен подчиняться. Он свободен. Что у него есть, то он и продает. Свобода продажа. А что может продать человек свободный от средств производства? То есть буржуазное общество освободило с помощью всех средств, которые у него были, трудящихся от всех средств производства, и осталась одна возможность у трудящихся продавать свою рабочую силу, способность к труду. А как называется цена, по которой продает работник свою рабочую силу? Скажите, пожалуйста. Дарплата. Да, совершенно правильно. Вот если я вам плачу зарплату, а это цена, по которой вы продаете мне свою рабочую силу. Вот как ответить на вопрос, когда я вам повышу зарплату? Когда будет улучшена противотемия. Зачем это? Я покупатель. Покупатель у вас вашего товара. Вы таких, где вы видели покупателей, которые повышают цену на то, что покупают? Таких знаете, нет? Если при этом не получают больше, чем... Вот, это в том случае, если я точно буду получать больше, да. Можно, я согласен. Если так получится, что я... Если я просчитал, что если я вам, вашу рабочую силу, куплю по большей цене, а вы при этом больше сделаете, или лучше, и компенсируете тем самым мои дополнительные издержки, тогда да, я согласен, тогда вот. А в обычном рядовом случае, как правило, покупатели не заинтересованы в повышении цены на то, что они покупают. И вот буржуазия на начальном этапе развития капиталистов была каким классом? Прогрессивным? Что она сделала? Она освободила, освобождала тех крестьян, которые еще не вышли из зависимости крепостной, от крепостной зависимости. Это, во-первых. Во-вторых, она их из этой рутины сельскохозяйственной высвобождала и собирала города. Чтобы собрать в городах, что нужно делать? Нужно было обеспечивать им уровень жизни, этим самым рабочим, больше, чем они могут получить в сельском хозяйстве. Правильно? Ну так вот, ни с того, ни с себя люди из деревни будут отрываться от семьи, ехать в город. Если они не будут иметь большого стимула, на это не пойдут. Поэтому буржуазия вот такую очень важную историческую миссию выполнила, создание городов, создание фабрик. А на фабрике ей нужны были какие рабочие? Квалифицированные. А раз квалифицированные, она стала заинтересована на повышение образования. Мы все знают, что рабочие в буржуазное время были более образованы, чем крестьяне. Правильно? Поэтому вот было такое время, когда буржуазия была прогрессивным классом, то есть она была носителем прогресса. Но как только появился уже рабочий класс и развился, и производство стало носить развитый общественный характер, сложилось противоречие между общественным характером производства и частной капиталистической формой присвоения. Вот наиболее ярко на нашем нынешнем этапе это видно, поскольку сегодняшние собственники, они, в общем-то, могут и не участвовать в производстве. Они как бы внесли свою сумму, они являются инвесторами, то есть рантье. Кто такой рантье? Который деньги вложил и проценты получает. А существуют менеджеры, профессиональные управленцы, которые наняты за значительные суммы, и пусть они управляют. И если я ваш собственник, то есть у меня генеральный директор, генеральному директору я положил достаточно большую сумму в качестве заработной платы, и он организовывает ваш труд. А я уехал на острова, к теплому морю, и мне он раз в неделю докладывает, как дела с прибылью. Если он мне доложит, что прибыль стала падать, я его уволю. И назначу другого. Вы за сколько пойдете ко мне менеджером? Сколько вам надо в месяц? Смотря, а какие условия? Какие условия? Я спрашиваю, какие у вас условия? Я же ваш товар покупаю. Управленцем СИЗО, генеральным директором будете всем управлять, всем моим имуществом. Но очень строго. То есть как-то будет хуже дело, так сразу я вас увольняю. Сколько вам надо платить, чтобы вы обеспечивали все? В месяц? Я не беру. Мало. Ну что вы, это несерьезно. Вы хоть знаете, вот члены правления Роснефти, сколько получают сейчас в месяц? Сколько? Бедно там? Реклама, связь с общественностью. Утратили вы связь с богатыми полностью? Члены? Ну, втратили. Ну что это за нищета прямо? Что-то ужас. Вот, члены правления Роснефти получают 24 миллиона в месяц. Это вот богатые. Есть середняки Газпрома. Члены правления Газпрома получают 15 миллионов. Так, есть бедняки ОРЖД. 5 миллионов в месяц члены правления. Я не знаю, сколько получает руководитель. Не знаю. Думаю, что не меньше, чем в два раза больше, чем члены правления. Ну, не знаю. У меня нет таких данных. Но есть данные по членам правления. Сбербанки, которые возглавляют ГРФ. Сколько ГРФ получают, я не знаю. Не говоря уже о том, что они успели в порядке приоритизации получить часть собственности акции Сбербанка. Определенный процент. Это отдельная статья дохода. Мы сейчас говорим о зарплате и бонусах. А бонусы – это просто часть зарплаты. Вот свежих данных у меня нет, но в 2007 году каждый член правления Сбербанка получал 3,7 миллиона. А потом грянул кризис. И они стали получать всего 3 миллиона и 400 тысяч, а не 700. Вот у вас бы зарплата на 300 тысяч упала, я бы посмотрел на вас. Как они страдали. Как они? А вы даже не можете понять этого страдания. Со своими этими расчетами про 100 тысяч. Даже я таких людей, как я могу взять вас на такой пост, руководить моим всем имуществом, когда у вас такие представления? Нет, это не тот уровень. Это я поищу у кого-то еще. А он вас наймет. Вот какие должности я буду платить 100. Вы знаете, что наши топ-менеджеры обычные в крупных компаниях получают не меньше 200? В банках не меньше 300. А я вас хотел взять, чтобы мы все империи мои руководили, хозяйство, как миллиардер. А вы вот. Ну, не прошло. Пока не засталось. Ну, для этого мы и занимаемся. Постепенно расширяем горизонты. Короче говоря, на известном этапе класс буржуазии тоже попал в положение, когда он, в общем-то, и не нужен для производства. Потому что управляют производством вот эти управленцы. Пусть они даже много получают, но они, тем не менее, управленцы. А вот, скажем, хозяин, он уже как бы для дела не нужен. А кто потом после его смерти будет это все? Кому это перейдет? А? Наследнику. Посмотрите, то есть кровно-родственная линия, которая раньше применялась по отношению к царям, и которая была полным анахронизмом, из которой общество рассталось, она теперь распространилась на всю экономику, и все вот богатые люди передают свою экономическую власть по наследству. По какому принципу? Не по принципу, что он кто-то умеет или знает. Вот вы способны, вы способны, много занимались, хорошие организаторы. Да, у меня есть мой сын или моя дочь. Вот она, как говорится, и станет потом экономической королевой в моем экономическом королевстве. То есть не по способностям, не по знаниям, а по крови. То есть этот анахронизм, который был по отношению к феодализму, анахронизм, он уже, он вдруг снова появился. Сначала как экономическое явление, но вы, наверное, прекрасно понимаете, как экономическую мощь превратить в политическую. Могу вам рассказать, как. Вот, допустим, вы лидер какой-нибудь фракции. Ну, что хотите, там, КПРФ, Единая Россия или Справедливая Россия. Прихожу я к вам на беседу, а я крупный капиталист, миллиардер. У нас ведь много миллиардеров, да? Ну, вот я к вам прихожу и говорю, вот, у вас какая партия? Справедливая Россия, да? Ой, как я люблю вашу партию, как люблю. Можно вам помочь? Ну, вы, наверное, знаете закон, да? По закону, если я вот не имею в своем составе иностранного капитала в моей собственности, я имею право в избирательный фонд ввести сумму, какую угодно. Вот хочу, я спрашиваю, сколько нужно денег, я вот хочу помочь вашей партии, тем, что люблю ее, от чистого сердца. Сколько нужно вам внести, чтобы вы могли провести 10 депутатов в Думу? Ну, вы не против того, чтобы я вам помог? От чистого? Не против. Вот. Ну, я так примерно представляю, что где-то миллиона четыре нужно будет долларов на одного. Ну, вот 40 миллионов долларов, если я вам внесу, вы не будете против. Ну, я внесу. Но у меня есть такая попутная просьба. Можно сделать так, чтобы вот этих вот десяти и мне местечко? Ну, как бы любовь должна же быть взаимной, правда, так сказать? И я думаю, вам же тоже нужно будет аргументировать. Скажите, вот нам бескорыстно товарищ помогает. Вот, товарищ внес 40 миллионов долларов. Можем мы этого товарища тоже в порядке, так сказать, поддержки? Он, конечно, не член нашей партии, но ведь мы же партийный список не обязаны только членов партии включать, правда? Это мы их рекомендуем. А кого мы рекомендуем? Это наше дело. Давайте включим. Ну, и как вы думаете? Ну, вы же понимаете, что если вы не рекомендуете, то я и 40 миллионов тоже так просто. Вы же понимаете, что я человек от экономики идущий, так просто я эти и не отдам. Короче говоря, у нас в соответствующих инстанциях сидят люди, которые... Причем вы же не знаете происхождение моих денег. Например, иногда вдруг обнаруживается, что в Совете Федерации некоторые люди сидят, которые туда пришли, поскольку там неприкосновенность. И то есть без решения Совета Федерации нельзя возбудить уголовное дело. А там находятся убийцы. Этих убийц вычисляет Следственный комитет, а потом просят все-таки дать разрешение на привлечения к уголовной ответственности. И поскольку он предлагает убийственные аргументы и документы, то приходится Совета Федерации и, соответственно, депутаты Госдумы, если такие находятся, вот тогда привлекать их к уголовной ответственности. Они очень часто убегают за границу. Как Митрофанов, например, из ЛДПР. Удрал за границу, чтобы его не поймали. И другие есть такие депутаты, которые туда попали. То есть то, о чем я говорил, означает, как конвертировать, то есть как превратить экономическую мощь, политическое влияние. И это в нашем обществе возможно. Или вы знаете, что главным препятствием является для продвижения своего кандидата такое обстоятельство, что нужно собрать подписи. Вот эти партии, которые уже сидят в Думе, они могут подписи не собирать. Они прямо могут. Раз. И подать список на регистрацию. Это дело в шляпе. А если у вас в партии зеленый слон, вот вы должны собрать за каждого своего депутата необходимое количество голосов, только для того, чтобы включить его в список. Еще никто не голосовал за него, ни за, ни против. А просто вы обращаетесь с народом, кто за право этого кандидата баллотироваться. И около метро стоите, собираете. И к концу этой кампании по сбору подписей соберете столько подписей, что никуда вас никто не зарегистрирует. А есть товарищ Прохоров, который миллиардер, который ведет сюда и скажет, ну, товарищи студенты, сколько вам? Вы 100 тысяч хотели? Не, ну 100 тысяч я не буду вам за сбор подписей, а по 5 тысяч в день будете иметь. 5 тысяч в день. Вот компания там 20 дней, 20 дней на 5 вы умножьте. Вот хотите 100 тысяч? Ваше дело какое? Вот постоять у метро и собрать. Ну, я очень просто считаю, сколько вы соберете в день? Вот столько. Значит, сколько надо мне студентов, чтобы набрать нужное количество? Студентов-то много. И потребности большие. Да это мне эти ваши 5 тысяч или 100 тысяч, если я долларов и миллиардер, но это смешно даже. О чем говорить? Раз, и я уже собрал подписи. Были проблемы у Прохорова со сбором? Стояли и за Прохорова собирали. Не за Прохорова, они еще не голосовали, а только за право. Прохорова зарегистрируют, за регистрацию кандидата. А дальше вы как хотите, свободно голосуйте. Хоть за Прохова, пожалуйста, вы сами можете править у него и проголосовать. Но надо же его включить в список. Вот и все. То есть вопрос о конвертировании экономического могущества, скажем, политической, очень просто решается и решается на практике. Поэтому тот, кто сегодня имеет капитал, тот имеет и политическую власть. И тогда вот эта реклама, о которой мы с вами говорили, является не только продвижением товара, но и продвижением во власть тех, кто будет поддерживать те производства или те заказы, которые нам нужны. Вот я хочу получить государственный заказ. К примеру, хочу государственный заказ на 40 миллионов получить прививок. Это же деньги государственные от гриппа. Вот в этом как раз году проводилось, но в конце того, в начале этого, в конце того года прививочная кампания, 40 миллионов доз было произведено. Прививок против калифорнийского гриппа. А пришел гонконгский грипп. Чем хороший грипп? Он все время мутирует. Поэтому можно на следующий год опять заказать 40 миллионов доз. И умерли 5 человек не от калифорнийского гриппа, а от гонконгского, от того, который пришел. А он все время мутирует. Поэтому это вот золотое поле для того, чтобы можно было решать свои задачи. Потом кто-то вот решает вопрос о том, чтобы строить Крымский мост. Так, у нас вот собираются сделать метро. Поверху пустить тоже нужные заказы. Вы не подавали еще заявку? Там деньги большие. Ну, если вы 100 тысяч, это для вас деньги. Ну, вы же понимаете, как стоит вопрос. То есть, короче говоря, когда уже речь идет об использовании, о превращении уже власти в политические, в экономические какие-то проекты, этим, так сказать, это осуществляется. Тот, кто сидит во власти, он, естественно, лоббирует в соответствии с законами, нормами и так далее. И постановлением. Значит ли это, вот если, скажем, буржуазия стала реакционным классом с известного момента, поскольку она уже сохраняет, так сказать, частный характер присвоения, тогда, когда производство уже носит общественный характер. Ну, все делает обществом. Вот где это сделано? Это даже не в России сделано, а у вас. Где это сделано? Сколько человек занимался этим делом? Где металл добывался? Какой металл добывался? А где уголь добывался? Кто кокс сделал и так далее? Кто это стекло сделал? Или у вас там пластмассовая прозрачная, так сказать, оболочка? Кто все это делал? Это, так сказать, во всем мире это делали. И каждый продукт, это продукт, так сказать, огромного количества людей. Производство стало иметь общественный характер. А присвоения частные. Ну, и следует ли из этого, что все представители реакционного класса реакционеры? Да или нет? Не следует. Вот, например, феодальный класс дворян возьмем, российских дворян. Вот феодальный класс стал реакционным в 19 веке, а вот декабристы-то кто такие? Это представители какого класса? Феодального дворяне. Ну, они-то выступили против крепостничества, за освобождение крестьян. Мало того, что они выступили, они рисковали своей жизнью, здоровьем. Некоторых повесили, других отправили на каторгу. Это было в 1825 году, а в 1861 году царь издал указ. А за что тогда их повесили? Они же правоозвестники, можно сказать, этого указа, подготовители этого указа. И вот как всегда бывает, те, кто начинал, подготавливал тех, повесили, а потом сказали, да, они молодцы, все правильно делают. Ну, что они принадлежали к какому классу? Реакционному. Они что, реакционеры или революционеры? Революционеры. То есть они выступили на стороне прогрессивного класса. Ну, можно сказать так, что они буржуазные революционеры. Будучи феодалами, они стали буржуазно-революционерами. Поскольку буржуази заинтересованы в освобождении крестьян, снятии всяких перегородов и тормозов для развития капитализма в России. Или, вот, знаете такого товарища Энгельса? Кто он по своему социальному положению, если бы он анкеточку ему подбросил, сказать, так, Фридрих, напиши анкету. Кем работаете? Кем работал Энгельс? Не знаете? Че, не знакомы с Энгельсом? Зря он богатый. Он говорит, что сто тысяч, я бы уж точно нашел для вас. Не знаете, кем работал Энгельс? Он был молодой, он работал у папы в конторе, а папа у него был комприкант. Ну, когда папа умер, он, в соответствии с тем, как вы и сказали, по наследству уже передается. Кем стал Энгельс? Владельцем. Владельцем фабрики, фабрикантом. Вот когда он стал владельцем фабрики, он стал очень широко помогать Марксу, и помог ему дописать капитал. Не только своими советами и, так сказать, своим редактированием, он помогал ему и финансами, но Маркс сумел в течение своей жизни довести до издания и обработать только первый том своего капитала. А второй и третий том доделывал Энгельс. Это огромная работа, потому что третий том больше второго и больше первого. И есть такой портрет Энгельса, где видно, что он уже в очках и был подслеповатый, потому что он мучился с этим самым капиталом Маркса. Но он принадлежал какому классу? Капиталисту. А по своей позиции политической он был идеологом какого класса? Рабочего класса, то есть пролетариата. То есть вот наше представление об обществе, а мы, товарищи, с вами по связям с общественностью, да, и должны разбираться в таких вещах, что если человек принадлежит к какому-то классу, это еще не говорит о его личной позиции. Не говорит. Потому что личная позиция зависит не только от его экономического положения. Чем определяется личная позиция? Вот ваша. Чем? Принципами. Принципами. А принципы чем большие? Мне говорят, принципы очень простые. Чем больше наберу, тем лучше. Это принципы. Но это все принципы. Принципы – это основные положения деятельности. У каждого разные свои положения. Все-таки человек. Чем определяется человек как человек, индивид отдельный? Класс – понятно. Класс – положение в производстве. А вот мы уже выяснили, что по положению не поймет, на какую позицию вообще займет. Ленин, какой у него был? Он был дворянин или нет? Ленин. Чего нет? С 16-ти лет у него папаша стал дворянином и выслужился. И Ленин у нас с 16-ти лет дворянин. И когда его отправили в ссылку, в Шушинское, он, между прочим, там получал пособие гораздо больше, чем вот если бы мы с вами попали там в ссылку. И вы бы дворянка, а я бы не дворянин, то вы бы получали гораздо больше, чем я. И вот Ленин получал, писал там книгу «Развитие капитализма в России». А Сталин тоже был в всяких ссылках, никто ему не платил такие деньги. Лучше быть дворянином. Или, а Дзержинский, думаете, не дворянин? Он памятник, где он стоит. Это москвичи, там они не разобрались, кто дворянин, кто не дворянин. Взяли и свергли памятник Дзержинского в Москве. А нас, город высокая культура, мы-то знаем, что он дворянин. Чего мы будем люди, создавая капиталистические отношения, дворянские памятники убирать? У нас он стоит, Дзержинский, на Войново. Она же шпалярная. Там вот это здание, перед которым стоит это здание, управление ФСБ по Ленинграду, Ленинградской области. И он его охраняет. А заодно и ФСБ его охраняет. В Москве тоже стоял на Лубянке. Там могли быть те люди, у которых портреты Дзержинского в каждом кабинете, тоже его охранять. Но они как-то не охранили тогда. Ну, он тогда их тоже не стал охранять. Вот нету там памятника, там пустое место на этой Лубянке. А у нас, как город высокая культура, мы с памятниками не воюем. Вот у нас и царь стоит, и один стоит царь на берегу Невы. Чего вы его... Ну, свергайте живых царей, ну чего вы нападаете на Бронзовых? А второй, смотрите, у Мариинского дворца, где у нас законодательное собрание. Это же буржуазный орган. Ну, ничего страшного, что царь там стоит. Что плохого? Хороший же там памятник. Замечательный? Замечательный. Мы его сохраняем? Сохраняем. Или вот у нас сейчас буржуазный строй. А памятник Ленину у Смольного очень красивый, выдающийся, художественную ценность имеет. И что его там как-нибудь ломают или портят, там, скажем, но как на Украине возьмут, понимаешь, потащат, там, зацепят, свалят. Раз такое есть? Нет, у нас город высокая культура. Его там охраняют. Вот вас туда не пустят, у вас нет пропуска. В Смольный у меня есть, меня пустят. Я могу там ходить и читать. Тогда диктатуру трятое, 1917-1927. Ну, есть памятник у финляндского вокзала. Какие-то идиоты его там взрывали. Вернее, пальто порвали, скажем так. Подложили какой-то заряд сзади и порвали Ленину пальто. Что сделало буржуазное руководство нашего города? Оно же буржуазное? У нас класс какой при власти? Буржуазия. Ну, починило пальто за 7 миллионов. Ну, 7 миллионов недорого. Пальто починить. Ну, если оно металлическое, сами понимаете, это же не какой-нибудь там драк. Ну, и вполне себя прелестнее чувствовать. Люди сюда приезжают, смотрят, скажут, ну, что у вас такое? У вас тут, значит, война с памятью. У нас нету с памятью. У нас даже с названием и нет такой сильной войны. У нас, например, два Смирновых было. Два проспекта. Один проспект был улица. Смирнова. Это вот. Комиссарский. Нет, у нас вот сейчас называется Ландское шоссе. Это был проспект Смирнова. Не путайте, это проспект был. Это был, Смирнов был председателем исполкома Совета. Его, значит, убрали. Ну, что-то у нас есть улица комиссара Смирнова, на которой Выборгский дворец. Комиссара оставили вот при буржуазном строе, а простого Смирнова убрали. Улица Ленина у нас есть? Есть. Есть. А у нас сейчас какая диктатура? Какого класса? Уржазии. А, а как называется дом, адрес бизнес-центра напротив Смольного? Сказать? Площадь пролетарской диктатуры, там шесть. Ну, там еще и улица пролетарской диктатуры есть. Ну, как-то это вот людей, так сказать, каких-то просвещенных-то не затрагивает, которые, так сказать, в плане культурного неограниченными являются. А, к сожалению, не повезло деятелям, как раз вот в наше буржуазное время, не повезло деятелям, вождям буржуазной революции. Вот вы такого вот товарища, как Робиспер, знаете, да? Он же плавенный был. Революционер какой? Пролетарский или буржуазный? Буржуазный. Мы кого знаем? Дантон, Марат, Робиспер. У нас, значит, улица Марата есть? Есть. Остается? Остается. Ну, нормально, у нас буржуазное сейчас общество, и улица Марата, буржуазный революционер. А еще у нас была набережная Робиспер. А есть она? Нету. Наш дорогой городоначальник, который верующий, и никак не может реализовать это требование Великой Французской революции, отделить школу от церкви, от церковь, от государства. Ну, если ты городоначальник, ты должен свои там чувства верующего не путать вообще с государственной службой. Ну, он взял и убрал Робиспера. Вам за Робиспера не обидно? Люблю я вот буржуазных революционеров. Как вот я вот? Я скорблю, что взяли. И теперь назвали это Воскресенской набережной. Потому что там, видите ли, была Воскресенская церковь. Ну, это Воскресенская церковь, это вот мелкий факт. А Робиспера – это величина вообще всемирная. Это же Великая Французская революция. И как это мы памятники Великой Французской революции будем стирать здесь? В городе высокую культуру. Ну, что это такое? Нехорошо. Вы так не должны делать, как люди по связям с общественностью. Вы должны быть просвещенными. Посмотрите у нас. У нас даже вот мы наблюдали, когда ввели дубинки. Ты в Москву приедешь, там, на вокзале сидишь поздно уже, там, на поезд обратно. Приходит, увидит, какого бомжа. Раз его резиновой дубинкой по спине. Как? Я вот такую картину не видел в Ленинграде. Ну, вот подошли, ему сказали, он поднялся, его повели куда надо. Но чтобы вот взять, вот подойти и прямо вот сидит человек там. Его прямо по спине, этой резиновой дубинкой. Я такого не видел в Ленинграде. У нас лучше. У нас буржуазная культура выше. Чем в Москве. Таких побоищев, втораясь не допускать. Вот, поэтому, когда мы говорим вот о социальном прогрессе и социальном регрессе, мы не должны утверждать, что все люди, принадлежащие к капиталистическому классу, все они реакционируют. Это неверно. И наоборот. А люди, принадлежащие к рабочему классу, они что, все прогрессивные? Нет. Например, вот сюда пришли немецко-фашистские войска. Из кого они состояли? Наверное, этот Круп стрелял из пушек. Мистер Шмидт летал на самолетах. Из кого составляли войска немецко-фашистские? Немецко-фашистские войска состояли в основном из рабочих. Мы можем сказать, анализируя их экономическое положение, сказать, что они, конечно, как рабочие были заинтересованы в уничтожении этой войны и фашизма в Германии. И, между прочим, их передовые представители, а именно Коммунистическая партия Германии, она пала жертвой фашистов. И они пали смертью и в тюрьмах, и расстреливали их. Но вот сюда пришли рабочие, и рабочие, одеты в немецкие шинели военные, исповедующие фашистскую идеологию. Почему? Потому что идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Мы, как люди просвещенные, должны это знать. И значит, что определяющим человеческой истории является общественное бытие. Поэтому в массовом масштабе какой базис, такая и надстройка, такая и идеология. И в большинстве голов буржуазное сознание, буржуазная идеология. Отсюда вывод, например, будут тогда выборы. Скажите, пожалуйста, на выборах какие партии победят, буржуазные или паралитарские в России? В России. А? Какие? Буржуазные. Конечно, буржуазные. Но если голосовать же будут, если по-честному, по-честному должны быть выборы, да? Если по-честному, так если по-честному, то мы знаем, что у нас общественное бытие определяет общественное сознание. А общественное бытие у нас буржуазное. Значит, и сознание буржуазное. А раз сознание буржуазное, люди будут голосовать в соответствии со своим сознанием, правильно? И они проголосуют за тех, за кого они считают, нужно проголосовать. А за кого они считают? Ну, в соответствии со своим сознанием. Раз сознание у большинства буржуазное, большинство проголосует за буржуазные партии. Поэтому не очень понятно, почему так хлопочут и страдают у нас во время выборной или передней кампании Говорят, кто выиграет, кто выиграет, кто выиграет Я вам заранее могу сказать, кто выиграет И вы мне скажете, кто выиграет, вы уже сказали Что на ближайших думских выборах победят буржуазные партии И это не секрет Ну, подсуетиться тоже надо Это же буржуазную идеологию надо ее внедрять Для этого надо, чтобы телевизор, соответственно, работал Чтобы радио, соответственно, работало Чтобы в интернете были соответствующие, так сказать, публикации материала и так далее Газеты должны, соответственно, действовать То есть все это, конечно, имеется Все эти органы влияния Но не мне вам говорить Потому что, скажем, люди, которые занимаются рекламой Должны понимать, что рекламируешь, что и покупать Какие идеи рекламируешь, те и побеждают Если широко рекламировать, бросить на это большие очень деньги И вы представляете, что вы жарите картошку А по радио вам говорят, за кого голосовать Вы включаете телевизор И там идет соответствующая передача Которая, ну, понятно, кого пропагандируют Неужели, вот почему вы думаете, что вдруг класс буржуазии будет пропагандировать противоположный класс? Ну, это смешно Было бы странно предъявлять требования к буржуазии Чтобы она вместо того, чтобы осуществлять свою диктатуру, свое господство Она пропагандировала бы идеи прямо противоположного класса А может быть так, что те или иные личности, которые занимали определенные классовые позиции Прогрессивные, ушли на реакционные Как вы ответите на этот вопрос? История нам что говорит? Бывает так, что человек занимал одну позицию Потом перевернулся и стал выступать за противоположный класс Бывает такое? Или вот он как вот выступает там за феодализм Так все и выступает Ну, те самые, кстати, декабристы Они же что, все время выступали за освобождение крестьян? А нет Потом раз, они стали выступать за освобождение крестьян Не бывает так, что человек очень последовательно выступал за один класс А потом раз и из какого-то, как переродился, стал выступать за противоположное Примеры исторические вы знаете такие? Вот я вам приведу одно высказывание, которое Ленин сделал Что товарищи рабочие Учитесь на примере всей жизни Жюля Геда Он возглавлял, можно сказать, такое революционное крыло соцпартии Франции Там была гора и Жеронда Жеронда Жарес возглавлял Можно сказать, правый А Жеронда, то есть Жеронда возглавлял Жарес А гору в революционную часть возглавлял Жюль Гед И вот Ленин пишет Товарищи рабочие Учитесь на примере всей жизни Жюля Геда За исключением его измены в 2014 году Более того Подавляющее большинство руководителей Рабочих социал-демократических партий Европы Которые голосовали за то, что если начнется мировая война Мы выступим против этой мировой войны И ни за что не будем голосовать за военные кредиты Наступила мировая война И поскольку введено было военное положение во всех европейских странах Тот, кто голосовал против военных кредитов Преследовался его Могли отправить на каторгу И предложили принять участие в голосовании В парламентах сидели представители рабочих партий Вот эти социал-демократы И вот только в одном парламенте один человек Карл Липкниг Когда поставили вопрос, кто против военных кредитов Поднялась одна рука Карла Липкниг Немецкого социал-демократа И его отправили на каторгу А все остальные пошли в правительство Ну, наши парламентарии, представители партии большевиков Которые были в рабочей курии Они тоже проголосовали Против, все, как один Против военных кредитов И всех их отправили на каторгу И это все Это вот русские социал-демократы, большевики Члены рабочей курии Думы государственной И Карл Липкниг Немецкий социал-демократ На этом исчерпываются Вот все эти Граждане, которые были вроде бы Представителями рабочего класса Вождями И так далее Почему, например, Каутского Ленин называл Ренегатом То есть отступником Предателем по существу Дела социализма И книгу написал Сатью написал Пролетарская революция Ренегат Каутский А потом книгу целую Написал брошюру Пролетарская революция Ренегат Каутский И в этой брошюре Показал, что вы, товарищи рабочие Можете изучать работы Каутского Они вполне марксистские Вполне последовательные Хорошие Написанные до 14-го года А с 14-го года Он стал писать Как предатель Дела, так сказать Рабочего класса Предатель дела Социализма И дела Социалистической революции И дела рабочего класса Вот Или возьмем Более близкие нам примеры Вот товарищ Горбачев Он, во-первых, был Изначально рабочим Был помощником байнера Так Потом он был Комсомольским деятелем Известным Молодым Способным Потом он поднялся В партийную линклатуру Стал секретарем По сельскому хозяйству А потом Стал генеральным секретарем Молодым Все радовались Что он говорить может Не просто читать по бумажке Как Брежнев Или как Устинок Или Черненко Вот он По существу Все позиции Той партии Которой он принадлежал Все эти позиции Он предал И Будучи президентом Советского Союза Все сделал для того Чтобы его разрушить Причем Под занавес Своей деятельности Организовал Так называемый Референдум 17 марта 91 года Где людям Он предложил Вместе с дружком Своим Яковлевым Проголосовать За то что Кто за Обновленный Союз Советских Социалистических Республик Как союз Суверенный Государств Суверенный Государств Это какие? Суверенный Которые друг от друга Независимые То есть он СНГ хотел сделать Ну что такое СНГ Вы представляете Сейчас Это никакого Государства нет И люди Наивные Увидели Что за Советский Союз За обновленный А что дальше То ли Неграмотный То ли Не хотят Читать То ли Не хотят Думать То ли У них Политические Вожди Такие Безграмотные И безразличные Они думают Они проголосовали За Советский Союз Проголосовали За провозглашение Не Союза Свободных Республик А Союза Суверенных А Союз Суверенных Это никакой Не Союз Это уже Нет Единого Государства Поэтому И Конституция Которую Обещал Горбачев Сделать ССГ Конституция Вот Вот эта Конституция В общем-то Кроме Одного Пункта Ничего Не должна Содержать Если Вот Мы С вами Создаем Союз Суверенных Государств Там Только Один Может Был Что Я Вот Неважно Сколько Там Вас Проголосует Тот Он Не Прошел На Самый Верх Туда Он Выбросил Паркбилет И Прошел Наверх По Антикоммунистической Лестнице Как Оценивают Религиозники Попов Растриг Которые Были Веровали И Перестали Веровать К ним Никто Не доверяет Или Как Оценивают Изменников Вот Скажем Был У нас Генерал Власов Который Перешел К Гитлеру Ну Как Вы Думаете Гитлер Посылал Его На Как Важные Участки Фронта Нет Конечно Потому Что Вармию И Предвал Свои Какие-то Позиции Принципы Ну Как Можно Ему Доверять Вот Я Вам Доверяю Потому Что Вы Не Предверете Свою Вы Сразу Скажем У У Принципы Есть Ну А Вот Власов Уже Доверять Нельзя То Есть Можно Так Сказать Что Вот Наше Представление Об Этих Реакционерах Не Должны Быть Такими Не Идеалектичными Дескать Он Всегда Реакционер Кто-то Может Перейти С Реакционных Позиций На Прогрессивные А кто-то С Прогрессивных Позиций На Реакционные Поэтому Требование Конкретности Оно Обязательно Должно Соблюдаться Конкретности Вот В этом Самом Анализе Развитие Общественное Носит Противоречивый Характер И мы Эти противоречия Должны брать И как Межклассовые Противоречия Противоречия В деятельности Отдельных Личностей И Противоречия Которые Связаны С Определенными Позициями В духовной Сфере То есть Мы Не должны Это все Упрощать Тогда Мы будем Правильно Понимать Отображать Изображать И Это Самое Социальное Развитие И наше Место В этом Социальном Развитии Состоит В том Чтобы Что делать Поддерживать Прогрессивные Тенденции Во всем И В том Числе При Осуществлении Рекламы И связи С общественными Да? Так? Спасибо за внимание Вы были Очень внимательны И вовремя Откликались На новые вопросы Хотя были заняты И другими Очень важными Делами Но сейчас Время такое Нельзя Оторваться Да? Но я понимаю Да Успехов вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому